Здравствуйте, вы на канале Урал Спецтранс. Здравствуйте, Константин. Добрый день. Насколько я понимаю, вакуумная машина это специальная емкость с мощным насосом, предназначенная для сбора каких-то нечистот, ила. И для чего еще она может быть задача? Для нефтесодержащих отходов. Вот данная модель, да? Да, вот данная, кстати, она выполнена в исполнении огнеопасно. Там даже написали огнеопасно, от огнетушителей тут. Тягач, который будет ее таскать, опять же, должен быть оборудованным соответствующим образом. Вот, то есть, эта машина, да, то есть, это не машина, кстати, это полуприцеп вакуумный. Да, то есть, это вакуумный полуприцеп, предназначен для сбора разлитых нефтепродуктов, в первую очередь, ну, и также, собственно, он может быть использован для сбора любой жидкости с поверхности земли или ниже поверхности земли. Мы сами испытания не проводили, наши клиенты говорят, что вот этот насос, который здесь стоит, он даже позволяет качать с глубины 7 метров. Вот. А потом куда это все утилизируется? Потом, ну, добропорядочные, как бы, организации, потом непосредственно должны все это сдать в пункты и утилизации, то есть, это какие-то очистные сооружения, перерабатывающие какие-то предприятия. Ну, есть такие, кто просто в лесу сливают и все. Ну, это нехорошо, так нельзя делать. Ну, а вообще, вот эта полуприцеп цистерна, а есть специальная машина, что ли, вакуумная? Ну, да, то есть, это вот как раз вариант тот, когда людям мало машина, ну, вездехода, то есть, машина там, ну, сколько, 10-11 кубов можно емкость сделать, а вот здесь вот емкость 20 метров кубических, вакуумная бочка, можно ее сделать даже еще больше. А можно две бочки установить на шассе? Есть такие варианты? Две бочки сразу? Две бочки установить можно, и две бочки, такая схема вообще существует, но там немножко предназначение другое. Там машина, то есть, две бочки, они в совокупности объем получается чуть меньше, потому что между ними же расстояние, вот. Там, как правило, в одну из бочек заливают воду для разжижения какого-то илистого остатка. То есть, машина приезжает из одной бочки, разжижает это все, а потом это все, в принципе, в обе бочки можно обратно собрать. Ну, мы такие варианты тоже, ну, какие исполнения можно предложить могу? Мы делаем то, что пользуется спросом. В основном спросом у нас пользуются вот бочки, ну, одинарные, не двойные. Есть у нас исполнение бочки тоже с отсеком под чистую воду, но мы немножко там хитрее поступили. То есть, мы не две бочки рядом расположили, а мы сделали перегородку в передней части бочки. И, то есть, двухотсечная у нас получилась. В одном отсеке у нас чистая вода, а в другом отсеке у нас, собственно, идет сбор разлитых продуктов каких-то. Насос стоит здесь итальянский, фирма ПНР, ПНР-122 он называется. Значит, у него производительность порядка, значит, 700 или 750 метров кубических. Допустим, есть насос очень распространенный, наш отечественный КО-505 называется. Вот у этого в два раза больше производительность, то есть литраж жидкости больше. Вот пульт управления насосом. Насос имеет гидравлический привод. Через тот трубопровод идет забор воздуха, то есть создание отрицательного давления. Кстати, и как отрицательного, так и положительного. То есть, когда из бочки надо жидкость выдавить, то, соответственно, положительное давление нагнетается в бочку, ну и жидкость выбрасывается через трубопровод. Бочка на лентах, опять же, выполнена. Ну, мы уже неоднократно рассказывали, зачем это делается. То есть для того, чтобы... Рамный, да? Да, рамный полуприцеп. Сосуд лежит на лентах. Вот видно усилители на самой бочке. Собственно, лонжероны. Резина плотная специально, значит, проложена. То есть, ну, это для того, чтобы, опять же, избежать передачи крутящих моментов на саму цистерну. То есть, основная задача, чтобы цистерна ни при каких обстоятельствах, собственно, не лопнула и прослужила как можно дольше. Ну, вот видно, заднее днище, оно целиком открывается. То есть, можно открутить. Она откроется, потому что при сборе нефтепродуктов разлитых, да, собственно, неважно, ну, при сборе любого мусора со временем на стенках образуется налет, который, ну, надо смывать просто, очищать. Это для удобства чистки, то есть, дверца полностью открывается, и внутрь можно там из какой-то установки, из того же кархера, в принципе, мойки, из бронзбойта из какого-то, из установки ППУА, ну, осуществить очистку. То есть, как правило, если это нефтепродукты, то парафин на стенках налет образует. Вот, то есть, открыли, почистили. Вот здесь видно, у нас стоит указатель уровня, можно смотреть, то есть, собственно, насколько заполнена бочка. И вверху смотровое окошко, ну, когда бочка заполнена, то есть, дополнительно контролировать заполнение емкости. То есть, такие вакуумные, обычно, круглого сечения? Вакуумные круглого сечения делаются для того, чтобы внешним давлением атмосферным ее не расплющило. Потому что, когда создается вакуум, то есть, внутри создается, ну, отрицательное давление. Ну, не отрицательное, но меньше одной атмосферы. То есть, мы живем при одной атмосфере, да, она нас дает, а там создается меньшее давление, и наружное давление ее может просто раздавить. Кстати, в Ютубе можно посмотреть много роликов чужих, где именно бочки давят. Вот, и поэтому она делается круглого сечения, потому что это, ну, наиболее прочная, как бы, конструкция получается. В данной бочке чисто немецкие оси, БПВ. Вот здесь видно, то есть, тут оси приходят с такими красивыми колпачками, вот, чтобы их не испачкать. Немецкие оси, БПВ. Оси могут быть любые, собственно, кто что заказывает. То есть, по цене, по кошельку. Рессорная подвеска. Двухосные, мощные, вот, такие оси квадратного сечения. Фирмы БПВ. Ну, и рама вот наша. Лишь, удобно сразу. Лопатка тут. Исполнение бочки, еще раз скажу, под перевозку именно нефтесодержащих жидкостей, то есть сбор какого-то нефтеконденсата, нефти. Машины пользуются достаточно большим спросом, потому что, собственно, сегодняшних нефтяников, ну, экологические службы жестко контролируют. И вот подобные и полуприцепы цитерны, и машины вакуумные пользуются достаточно устойчивым спросом. Называется духовка, это ящик зип. Ну, это для водителя. Вот эта машина, это не та машина, которая будет с этой бочкой эксплуатироваться. Это просто тягач, внутри по территории гоняем. Да, это к тягачу имеет отношение. Здесь тягач должен быть оборудован под перевозку опасных грузов. То есть у него глушитель должен вынесен, маячки, если он с этой бочкой будет эксплуатироваться. Здесь просто можно не обращать внимания. Да, это зацепили, привезли. Там люк есть или нет? Вот тут видишь, тут вот как залазить сюда. Здесь видишь, по идее, у тягача, который здесь под эту бочку, надо, чтобы... Ну, хотя вот так вот можно. А, ну тут люка нету. Здесь видно датчик наполнения, стоит электронный датчик наполнения. Дополнительный. То есть, когда жидкость поднимается, датчик должен сработать, и коробка отбора мощности должна автоматически отключить гидропривод и насос должен выключить, чтобы дальнейшего наполнения не произошло и жидкость не попала в насос. То есть, вот специальный влагоотделитель стоит тоже, что если все-таки что-то попадает, какие-то пары, что-то конденсируется, они собираются вот в этой емкости. Также кран вот стоит переключение, то есть, всасывание и нагнетание воздуха. То есть, два положения. Клапана предохранительные ставят. То есть, клапан стоит на избыточное давление, чтобы бочку не разорвало, когда давление превышает настроенный параметр. И клапан стоит на вакуум. То есть, когда вакуум достигает определенного значения, тоже, чтобы бочка не схлопнулась, потому что насос очень мощный, значит, срабатывает клапан, который начинает перепускать воздух, чтобы, ну, предотвратить, значит, выход из строя самой цистерны. Достаточно такая крепкая, мощная цистерна. Значит, вот есть табличка 20 метров кубических здесь. Такой монолитный вид у нее крепкий. Покрасили еще лишь одним цветом, и раму, и бочку. Смотрится хорошо. То есть, тоже цвет зависит, да, от перевозимых еще? Да нет, сейчас требований таких нету, по большому счету. И топливозаправщики красят и в белый, и в голубой. Главное, чтобы были определенные надписи. Ну, огнеопасно. Вот огнеопасно, опасность знак, таблички под, ну, род перевозимой жидкости, огнетушители, требований к покраске сейчас не предъявляются, ну, с точки зрения рода перевозимой жидкости. Бочки есть, волнорезы, как? Но они не сплошные, как, допустим, в топливозаправщик. В топливозаправщик там стоит сплошной волнорез сверху донизу, и в нем есть отверстие для перетечек. Здесь немножко схема другая. Здесь, значит, волнорез стоит в верхней части только. То есть он перекрывает, грубо говоря, верхнюю часть бочки. То есть если бочка будет полупустая, она поедет, там, конечно, гидроудары, ну, определенные будут. А когда уже жидкость набирается до уровня волнорезов, там уже волнорезы свою роль играют. То есть, ну, не позволяет при трогании, торможении образовываться волне. Спасибо за обзор. До свидания. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!